Бронзовая фигура героя с медалями на груди, за спиной Знамя Победы. Сегодня мы открываем памятник человеку-легенде, говорит Рустам Маниханов. Героями Советского Союза стали 185 уроженцев республики. Борис Кузнецов ушел из жизни последним, два с половиной года назад. Участник Парада Победы 1945 года Борис Кириллович до последнего оставался в боевом строевом. Он участвовал в восстановлении страны после военные годы, был активным участником ветеранского движения, вел большую военно-патриотическую работу. Рейс республики подчеркнул, Татарстан всегда славился беззаветно преданными своей стране воинами. Знамя Победы сегодня гордо несут наследники героев той страшной войны, воины российской армии. Звание героя Российской Федерации присвоено 26 жителям республики Татарстан. Семь воинов получили это высокое звание в ходе специальной военной операции. На монументе за спиной героя катушка проводов и телефонная трубка. При форсировании Днепра Борис Кузнецов на самодельном плоту под вражеским огнем переплыл реку, чтобы провести связь. Еще много раз налаживал оборванную линию в ледяной воде. Дважды раненый в критический момент после гибели командиров он поднял бойцов в контратаку. За свой подвиг 17-летний Борис Кузнецов получил звание Героя Советского Союза. С юношеских лет его сердце билось не для себя, а для всей страны и всей республики, говорит вдова героя Альфия Филатова. Молодежь его любила, он был прекрасным оратором, умел до публики, до аудитории доносить сущность этой войны. Это были исторические события того времени. Это последние съемки Бориса Кузнецова. И в свои 94 года занимался патриотическим воспитанием молодежи, участвовал в парадах победы в Москве, выступал на многочисленных республиканских мероприятиях. Для татарстанцев Борис Кузнецов стал настоящим символом в любви к родине, патриотизма и стойкости духа. Мы честно отстояли нашу родину и будем стоять на рубежах наших границ, нашего государства, нашей великой России. Говорил ли он на камеру или с высоких трибун, на параде или на встрече с молодежью, всегда выступал ярко и эмоционально. Всегда был в форме, полон оптимизма и энергии. Весь зал, как только он начал говорить, слушал внимательно. Всякие переговоры в зале прекращались. Он был настоящим оратором. Он во всех мероприятиях наших всегда принимал участие. Его голос, его песня до сих пор в ушах звенят. Человек, широчающий души, открытый души. Часто бывал на школе, на разных мероприятиях. Он был символом гордости, мужества и отваги. Ты мог в любую минуту подойти к нему, он никогда бы не отказал тебе в помощи. Эскиз памятника разработал скульптор Фаниль Валиуллин, автор бюстов Бориса Кузнецова в Казани и Лаишева, и мемориальной доски на доме, где жил герой. Имя Бориса Кузнецова носит Казанская кадетская школа-интернат и вторая школа в Лаишево. Лена Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ, Казань.